Я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране. А вот я прочитал еще одно здесь, одно сообщение. Сейчас, извините, пожалуйста, вот я тоже отреагирую на некоторые здесь смски, или что там на экране идет. Вот там была информация, смска, да? Сейчас, одну секундочку. Я здесь прочитал, вот здесь тоже увидел. Добрый день. У меня, как командира отделения, 16 тысяч рублей. Добрый день. А какие перспективы? А флитансы все по-другому. За апрель месяц нам пришел счет уже 133 рубля. И насмешкой, и унизительная сумма, что только не говорят. 80, и плюс 11, 280, это 22, там 24, 23. Теперь необычный вопрос. Куда делся народ чуть? Ассимилировался в основном, да. Ну, например, такой, достаточно острый. Куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России? Значит, ну, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных в стране решений, это значит, что это зрелые люди. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Я повторяю, не хочу называть их бандой, но это результат их работы. В конце концов, хозяин, либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать. Вот вы сами сказали, что... Какие самые острые, может быть, вопросы, считаете? Наш колл-центр только что подвергся массированной ДИДОС-атаке из-за рубежа. Мы сегодня работаем в условиях кибератак. Продолжаются атаки, ДИДОС-атаки на наш колл-центр, но мы справляемся. Тоже увидел бегущую строку. Значит, прямая линия – это шоу спецслужб. Уверяю вас, я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю, никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет. Значит, конечно, вы видели, что я готовился к этому мероприятию, к этой прямой линии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!